В школах Чувашии прошел урок победы. Вспоминали о том, как жила республика в годы Великой Отечественной войны, какой вклад внесли наши земляки в разгром фашизма. Но главное, о чем не должен забывать ни один человек в нашей стране. Героизм бойцов из Чувашии не раз отмечен высокими наградами. 54 тысячи человек награждены боевыми орденами и медалями. Звание Героя СССР удостоено 93 наших воина. Об этом и о многом другом школьники узнали на уроке победы. Я очень рада нашему Чувашскому народу. Я не знала, что у нас было две трюковые дивизии. И вот это действительно новая информация. Я не узнала и на уроке, и в интернете. Я смотрела, и мне действительно было интересно, потому что это новое. И ребята, и учителя уже привыкли к дистанционному формату проведения занятий. Они разработали конспект уроков и презентационный материал. Но главное, ученикам тоже есть что рассказать. Я поняла тот бесценный вклад в обеспечение Чувашии АСССР в Великую Отечественную войну. Я увидела эти ужасные числа. Тема Великой Отечественной войны, это всегда очень значимо, очень важно для нас. С пятого класса по девятый мы ни разу не изучали темы по программе. Конечно, мы их поднимаем, потому что и классные часы посвящаем, и тема, когда ближе к нашим вот таким знаменательным датам. Говорили на уроке и о том, что за успехи в сельском хозяйстве Чувашия военные годы дважды удостаивалось переходящего красного знамени и премии. При этом надо учесть, что достичь таких высоких результатов республике удалось только благодаря непоколебимому упорству и трудолюбию жителей. Повсеместно отсутствовала техника. И, к примеру, в 1942 году 90% зерновых Чувашии убрали вручную. Мы по трем темам предлагаем нашим школьникам с 1 по 11 класса окунуться во времена 40-х годов, так скажем, приобщиться к празднику 9 мая. Это уроженцы Чувашии в годы Великой Отечественной войны Чебоксары. Ну и, наконец, самая актуальная тема для этого года, так как мы празднуем 100-летие Чувашской республики, это Чувашия в годы Великой Отечественной войны. Потому что мы знаем, что, несмотря на то, что республика была тловым регионом, здесь проходило очень много серьезных мероприятий. Примером трудового героизма служит и строительство сурского и казанского оборонительных рубежей, когда жители Чувашии за 14 зимних недель вырыли 380 километров противотанковых рвов с зотами и укрепсооружениями. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика.